Ах, эволюция, ребята, Чермандера, эволюционировать. И, в общем-то, всё, есть, ребята, победа. Ребята, у нас вылупился новый покемончик за 5 километров, это Додио. Всем привет, ребята, с вами Чент, и вы смотрите Покемон Гоу. Кто не смотрел предыдущий выпуск, марш туда, потому что там мы, ребята, словили, чёрт побери, Бластойза, который третья эволюция Сквиртола. Это просто офигенно. Но сейчас мы начинаем наш выпуск с того, что у нас вылупливается яйцо. И давайте же всё-таки его откроем. Как бы, что у нас же всё-таки начнётся с самого начала сегодня? Это Краби, это Краби. Как бы, ну, Краби хорошо прокачаны, 435. Поэтому это только начало, и сегодня тоже будет выпуск реально крутой, ребята. Поехали! И, ребята, как я вам и говорил, только что вылупился ещё один покемон, Чермандер. И нам тупо, ребята, хватает для того, чтобы взять его вторую эволюцию. Вторую эволюцию Чермандера. Ещё одно яйцо, ребята, ещё одно яйцо. Чёрт побери, ребята, это просто шок. Я ещё не отошёл в прошлое видео. Снова Краби. Ничего, Краби, я тебе счастлив, хрен с тобой. Краби, да, окей, останься у меня. Я бы тебя эволюционировал, но не надо. Заходим, ребята, в покемоны. Смотрим по имени. Чермандер. Вот, 529. Смотрим по силе. 10,25. А этот сколько клепает? 10,25, так же само. И этот 10,50. Но он чуть слабее. Нет, берём 10,25. Он клепает несколько ударов. Эволюция, ребята, Чермандера. Эволюционировать. А, мы на пути просто к последней его стадии. Сейчас, ребята, это вторая стадия его. Вторая стадия Чермандера. Это будет открытие сейчас. Сейчас увидится такого подростка. О, офигеть, офигеть, ребята. Наконец-то мы насобирали. Наконец-то мы насобирали. Сейчас он появится, да. Он просто настолько стеснительный, что не хочет показываться на людях. Вот он. Ну, какой красавчик. А, блин. Вот я понимаю, симпатяшка. А потом ещё будет Черезард, ребята. Черезардик будет. Чермалион. Чермалион, причём прокачан почти что на максимум. Мы можем прокачать, мы можем продавать. Можем продавать этих покемонов теперь. Они нам не требуются. Для того, чтобы у нас были конфеты. И, ребята, это просто жесть. Это просто жесть. Это всё на ваших глазах. Это только начался выпуск, и уже такое вот началось. Ребята, не пожалейте лайкосика. Мне будет очень приятно. Потому что, офигеть, это... Чарм... 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 Миллион. Если правильно выговорил, то напишите. Красавчик, Андрюха. Красавчик. Просто жесть. Выпуск только начался. В тот раз мы, ребята, словили Бластоида, который просто порвал. Просто порвал. И посмотрите, что происходит по покемонам у нас, ребята. Что у нас вообще есть? У нас есть Галдак на 1328. У нас есть Электробас на 1326. Стармия 1300. Аэродактинг 1273. Мы Дев Гонг. Если неправильно, напишите в комментариях. Стараюсь правильно читать. Потом мы сделали Джен Джара. Джен Джара, наверное, правильно. Вот так вот будет. Бластойс, который стоит, мы его прокачаем, ребята. Скатхер или Скарлетт. Напишите в комментариях. Правда, не хочу его коверкать. Имя, как зовут правильно, вот этого вот покемона. Офигеть. Просто Магнитон. Мы сделали тоже. Просто вот смотришь и глаз радуется. Мы эволюционировали, ребята, тогда. Господи, Голдена. Теперь это Сикинг. Как-то так. Напишите тоже, как правильно будет читать. Парацепт. Парасект. Парасект, наверное, правильно. Просто посмотрите, что происходит. Гример. Что у нас только... Чего у нас только нет. Недорина. Райнхорн. Ребята, Райнхорна мы будем сделать. Как только мы словим еще одного Райнхорна, мы его тоже эволюционируем. И у нас будет такой огромный на лапах. Матчепа мы словили тоже. Еще чуть-чуть, и мы сделаем его тоже эволюцию. У нас появились Экзекут, которые... Супер яйца, которые тоже там немножко. И мы тоже сможем эволюционировать. Слоу-пок, ребята. Просто список до конца не перебрать. Это просто жесть. А вот это вот Аманут, Амануте, я не знаю, это просто жесть. Это вот вообще очень редкое. И мы его реально словили. Звездец просто, ребята. Это просто звездец. Волтербокс, Псайдаки. Вот такая вот хрень. Не знаю, как ее про насчитать, но вот я вам ее показываю. Ого. Просто новых покемонов, ребята. Настолько много интересных, что мне просто не писать словами. Просто не писать словами. Это очень круто. Я надеюсь, что вам все-таки выпуски нравятся. Вы ставите лайки, пишите комментарии. И я каждый раз пытаюсь для вас снимать что-то новенькое. И тоже сегодня надеюсь, что будет что-то интересное. Я вас чем-то порадую. Короче, меньше слов ближе к делу. Ребят, так получилось, что, короче, наш гим просто свалили. И сейчас наша цель все-таки опять посадить у своего покемона. Потому что у нас покемон здесь сидел. А теперь его нету. Все-таки нужно его туда садить. Потому что кто-то все-таки его навалюнькал. Тут снова настала наша фракция. И нужно все-таки посадить сюда обратно Старми. Здесь сидела Старми. Она была очень неплохой. И мы все-таки снова сюда посадим. Пусть сидит и защищает. Так, нажимаем. Будем валить с нашим вапарионом. Я уверен, что этот покемон все-таки очень даже неплох. Я его немножко еще прокачал. Теперь у него Combat Power 1655. И сейчас все-таки попробуем вернуть свои позиции. Посадить сюда снова своего покемончика. Валиться отчасти нужно будет недолго. Увернулись от атаки. И опа. Вот. Так. Здесь сидит у нас точно гипно, ребята. Сейчас посмотрим, кто следующий у нас там на подготовке. Так. Одного убили. Электробас. Ну, честно сказать, электробас против воды... Как бы преимущество на его стороне. Далеко на его стороне. Потому что электричество валит в воду. Я не уверен, что... Хотя, почему-то... Я так не сказал. Почему-то я его спокойно выношу. Даже гипно тяжелее валился, чем электробас. Окей. А вот это, наверное, точно уже. Вот видите, пишется NoWaryEffect. То есть, потому что водяной покемон... Точнее, травяной покемон... Вода всегда подживляет траву. Поэтому я не уверен, что мы сможем его завалить. Но попытаться все же стоит. Давайте все-таки попробуем это сделать. Да. Не хватило немножко. Окей. Нужно всего-навсего немножко совсем навалить гимн. И посадить сюда своего покемона. В общем-то, ребята, осталось всего-навсего провести два боя. Для того, чтобы посадить сюда своего покемона. В тот раз, совсем недавно, я сюда садил свою старь. Ее снесли. Нарастали другие. А потом снова пришли синие. Тут, конечно, есть один читер. Я в этом уверен. Он последний. Он уже 32-го левела. Я уверен в том, что он все-таки играет с компьютера. Либо с кем-то читаем. Потому что 32-й левел взять так просто... Вообще его нереально. Без каких-то навыков. Какого-то хакерства. Поэтому, как бы, это не игрок. Я таких игроков не уважаю. Которые сидят за компьютером. И считают себя самыми крутыми. Ну, хрен с ним, как бы. Радует хотя бы одно то, что хотя бы он играет за нашу команду за читер. Что все же есть какой-то шанс, что мой покемон все-таки устоит на этой защите. И есть шанс, что он все-таки дольше продержится. Электробас. Окей. Слушайте, у него, конечно, суператака. На самом деле, очень яркая. Очень яркая. Поменялись почему-то какая-то статистика. У меня урона на всех покемонах. Моих раньше одна была статистика, сейчас стала другая. Есть. Ой, ой-ой-ой, уходим. Видите, урона нанеслось меньше. Могло нанестись намного больше, если бы я не увернулся. Тут мы просто выходим, потому что нет смысла тратить время и с ним бороться. Я все равно здесь могу победить. Еще один бой, ребята. Еще один бой. Сейчас мы подлечим нашего вапариона. Гиперпоушен. Слава богу, нам их хватает. И последний бой. Заходим на гимн. И нажимаем начать бой. Итак, ребята, еще один бой. Все-таки мы поставим тоже свою старик, которая здесь сидела. Пусть нас защищает. Будем надеяться, что в этот раз продержится гимн дольше. Потому что, блин, тяжело. С каждым разом становится все больше и больше игроков. Как бы снести его вообще не составит труда. Приходит какая-то целая команда. Два-три человека. И спокойно сносит любую гимн. Ворот. По-моему, чуть-чуть я, конечно, вернуться не успел. И снова. Ну ладно, то такое, то мелочи жизни. И почему-то он не сносится. Бывает такой момент, когда остается какой-то мало хпшки. И вы можете стрелять, стрелять, стрелять. А ничего не произойдет. Поэтому лучше использовать суперсилу. Тогда точно, как бы, будет все окей. Итак, электробас. Последний бой, ребята. Сейчас мы будем садить сюда своего покемонщика. Еще один. И, в общем-то, все, есть, ребята. Победа. Итак, выходим. Нажимаем, да, выйти. И сейчас посадим все в своего покемона. Гимны подняли по уровню. Все, он теперь пятого уровня. Заходим на него. И нажимаем добавить. Старми. Да. Все, ребят. Теперь здесь у нас будет еще наш водяной покемончик. Кто у нас сейчас есть в нашем наличии? Гипно. Электробас. Старми. И... Ай, даже это еще не все было. Виктрибл. Виктрибл. Правильно назвал? Если нет, то напишите в комментариях. И Слобро. В общем-то, вот такие вот дела. Ребята, у нас вылупился новый покемончик за 5 километров. Это Додио. Блин, ребята, просто круто. Я знаю, что он где-то обитает где-то за границей. В Америке в основном. Но, наконец-то, у нас тоже попался. Что я могу сказать, ребята? По атаке, в общем-то, очень даже неплохо. 10 на 40. Требуется все-таки 50 конфет для того, чтобы эволюционировать. Ну, такая симпатичная птичка двуголовая. Я уверен, что немногих она есть. Но вот она выглядит вот таким вот форматом. На Украине, понимаете, очень тяжело. Я еще ни разу не видел, кто ее вообще ловил. У кого она была. Либо где она респамилась. Но вот теперь у нас она есть. Круто. Еще одно яйцо, ребята. Офигеть. Давайте еще одно посмотрим. Вылупливается еще один покемон. И это... А, это сферу. Ну, ладно. Ну, первый покемон реально очень порадовал. Очень порадовал. Давайте посмотрим, что вообще у нас по покемонам. Итак, у нас сейчас два двухкилометровых и четыре пятикилометровых. Скоро сейчас мы найдем где-то еще яйца. Но следующее яйцо будет у нас на 5 километров. И мы будем это все-таки время ожидать. А я пока что пойду еще, ребята, поставлю еще на один гимн своего покемона. Потому что снесли гимн, который давно стоял. Здесь у меня сидел какая-то лапрос. Лапроса уже нету. Но сюда нужно посадить все-таки покемончика. И мы сюда посадим электробаза.